И снова, здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сёстры. В данном видео мы с вами поговорим о влиянии крупных или тех фигур, которые считают себя крупными в регионе Кавказа. Речь, в частности, пойдёт, конечно же, о таком государстве, как Иран, а также о неких международных организациях типа ПАСЭ и ЮНЕСКО. Поговорим с вами о многом. Но прежде чем приступить к этой теме, я бы хотел поговорить немножечко о других двух аспектах. В частности, многие из вас, наверное, уже заметили, что я явно вещаю, используя в данном видео совершенно другой браузер. Да, я сейчас вещаю с Mozilla. Почему с Mozilla? Потому что многие сайты, информационные в частности, не открываются в Google Chrome. Произошёл некий громадный обвал данного браузера. Как мне сообщили, происходит некая чистка нежелательных контентов, нежелательных сайтов, которые так или иначе были закреплены за Google Chrome. Хотя, чему мы удивляемся, ведь мы прекрасно осведомлены с вами, что все крупные поисковые системы, все крупные интернет-компании, так или иначе связаны с определёнными политическими, и не только политическими кругами, имеется в виду спецслужбами. Это понятно. Было бы странно, если это было бы не так. Тогда можно было бы поверить в абсолютную свободу, выражать свои мысли. Но этого никогда не будет. Демократия ограничена, иначе она может превратиться с другой стороны в хаос, в анархию. В связи с этим, я вынужден был использовать уже другой браузер, в котором те сайты, которые не открываются в Google Chrome, смогли бы открыться. Поэтому всем вам советую переходить сейчас, те, кто сидят, скажем так, используя компьютеры, либо ноутбуки, использовать Mozilla. Она открывает все сайты, которые не открываются с помощью Google Chrome. Но это так. Небольшая информация. Также хочу вам сделать, ну, озвучить небольшой анонс. Сегодня мы с вами поговорим не только на тему международной политики и участия неких крупных игроков в регионе Кавказа, но мы с вами в следующем видео поговорим о международных СМИ и о том, как эти СМИ либо искажают правду, либо говорят правду, если таковые имеются. То есть, можно сказать, продолжим ту тему, которую я озвучил в отношении Google Chrome. И третья тема. Я сейчас понимаю, что вызову у некоторых раздражение, даже и сжогу, вполне возможно. Но мы с вами продолжим говорить об Армении. Почему об Армении? Я должен ответить на этот вопрос, потому что многие говорили, Камран, может быть, перейти как-то немножечко в другое русло. К сожалению, у нас не получится, дорогие друзья. По нескольким причинам. Первая причина – это то, что наш конфликт не урегулирован до конца. Да, мы вернули земли. Но мы же прекрасно знаем наших соседей, как они умеют, скажем так, из чистой воды сделать грязную, выставить ложь за правду. Поэтому пока не будет подписан, я бы сказал, абсолютный договор с Арменией, мы вынуждены будем особенно часто упоминать эту республику и говорить о ее деяниях. Я уж не говорю о том, сколько лжи и как одурманивают представители армянства, граждан других стран. Поэтому и здесь мы должны будем говорить об армянстве. И есть третий момент. Это то, что вообще структура под названием радикальное армянство, оно очень удобно для осознания того, что происходит в мире. Ведь армянство – это радикальная структура, она старается усидеть сразу на нескольких стульях, услужить Ирану и странам Ближнего Востока. Она старается, скажем так, послужить интересам Франции и США, при этом не забывая, что она является дочкой России. В связи с этим Армению легко использовать в данном случае как лакмус для определения того, что происходит в мире. В общем-то, я осветил все моменты, почему я часто говорю об Армении и армянстве. Но давайте перейдемте с вами все-таки к главной теме данного видео. Это влияние международных, так называемых крупных игроков на наш регион. Как государств, так и структур. Начнемте с государств. И в качестве первого государства, о котором мы поговорим, будет являться Иран. Иранская армия появится у границ Азербайджана. Ну что ж, дорогие друзья, азербайджанцы уже правили Ираном. И, видимо, наступает пора, когда Иран вновь должен управляться представителями азербайджанского народа. Потому что угрозы, исходящие от Ирана в сторону Азербайджана, заставляют нас уже действительно планировать, даже планировать данное действие. На мой взгляд. Если я не прав, поправьте меня. Тем более, когда Иран, осуществляя поддержку армянской стороне на протяжении всего времени оккупации азербайджанских земель, сейчас старается выставлять нас неправыми. в частности, задавая вопросы о том, почему мы стали сближаться с Израилем, ну, это, можно сказать, такой же вопрос, как в России порой задают вопрос, почему мы сближаемся с Турцией. так потому что вы поддерживали нашего противника. А кому нам необходимо было подходить за поддержкой? Если против нас выступала не Армения, а Ельцинская Россия и Иранское государство, кому нам надо было подходить, тем более Израиль всегда протягивал нам руку, что нельзя сказать об Иране. Не так ли? Что нельзя сказать о России. Ельцинской эпохе. 90-х годов. Ну, никак нельзя сказать. А Иран помогал даже после 90-х. В нулевых, так называемых, в 2000-х. Продолжал оказывать поддержку армянским сепаратистам. И этому есть многочисленные факты. Тем более, обратите внимание, как Иран воспользовался, вернее, вот эта персидская часть Ирана воспользовалась нагнетанием взаимоотношений между Азербайджаном и Ираном. Они стали говорить о том, что они, оказывается, освободят армянские земли. Армянские земли. То есть, имеется в виду, видимо, как я понимаю, часть Турции, а также часть Азербайджана. Все это крайне интересно. Но давайте с вами не будем останавливаться и на этом. Хотя об этих движениях Ирана пишет иранский Каяжи-газета. Иран даже идет уже дальше. Он заявляет. В частности, об этом заявил Эрфан Ладжеварди. Иран и Армения два члена одной семьи. Знаете, что интересно? Этот Эрфан по неволе проговорился о том, что все, что сейчас происходит, всего-навсего, планы Ирана, которые он уже носил давно в себе, и усиление Азербайджана в союзе с Турцией и Израилем, а также Пакистаном, помешало его дальнейшим действиям. И он ускорился. Таково мое мнение. Потому что, ну, смешно, согласитесь, считать, что данный конфликт связан с теми проблемами, которые имели место быть в отношении остановки иранских грузовиков. Это крайне смешно. Так же, как смешно говорить о том, что данный конфликт вызван отношениями Азербайджана и Израиля. об этом Иран был осведомлен очень давно. Еще можно сказать с начала девяностых, что Израиль всегда протягивает руку Азербайджану. Поэтому, чему удивляется Иран чему он удивляется в отношении Турции. Неужели Иран не знает, что Турция всегда приходила на помощь к Азербайджану? И его это удивляет? Его сейчас стало это удивлять? Странно. Все это очень странно. А вот то, что Иран в отношении своих действий вносит как главный флаг отношения с Арменией, вот это уже интересно. Не находите? Тем более на фоне опять-таки момента крайне важного это сближение Ирана с Францией и дружба Франции с Арменией. Получается какой-то интересный треугольник. Смешно, когда Иран в связи со всеми этими действиями старается найти черную кошку в темной комнате, тем более когда ее там нет. Он ищет след США. Для США железная дорога, шелковый путь, которая должна была пролегать через Зангизур, крайне опасна, потому что она вызовет рост китайской экономики, дополнительный рост, а также экономики России и Турции. Я уж не говорю про Азербайджан. Она может решить множество конфликтных ситуаций в регионе Евразии, что крайне невыгодно опять-таки тем же самым Соединенным Штатам Америки. В связи с этим очень интересные события разворачиваются в Сербии. Идет нагнетание событий. Потому что бывшая Югославия сто процентов вошла бы в эту цепочку, через которую проходил бы шелковый путь. Кто же обрывает? Кто же старается оборвать этот шелковый путь? Те, кому он не выгоден? При этом опять-таки Югославия вас ничего не смущает? Отношения с Арменией тоже интересны? Ведь Югославия очень тесно была связана многие республики входившие в Югославию очень тесно были связаны с Арменией и поддерживали их. Момент на который стоит обратить внимание. Вспомните теперь внимательно то, как США старались не допустить приостановить запуск железной дороги. В начале талибы. До этого Карабах ведь Азербайджан именно подталкивали к войне. Азербайджан и так планировал освободить свои земли, но тут еще и подталкивали. Второй момент. Третий момент. Армения затягивает открытие Зангизурского коридора, при том, что в Армении находится самое крупное американское посольство. Как только разрешились эти два аспекта железной дороги, возникает проблема с Ираном и на территории бывшей Югославии. Как-то все очень странно. Это мое мнение. Словно бы кто-то умышленно старается затянуть открытие железной дороги. Потому что бьют именно по основным узлам данного пути товаров из Азии в Европу, а также товаров из Европы в Азию. Но давайте продолжим. Иран не оставит действия Азербайджана без ответа. Эксперт назвал несколько инструментов. Знаете, об инструментах Ирана я бы хотел ответить крайне просто. не заходя глубоко в терни и о чем я уже неоднократно говорил. Первое и крайне важное это то, что Азербайджан сближается с Пакистаном еще тесней. А это ядерная держава. Я уж не говорю конечно же про Турцию и Израиль. Теперь давайте задумайтесь всем ли в России выгодно нарушение запуска железной дороги шелковый путь. Многие я думаю в России потеряют громадные капиталы если этот процесс будет оттягиваться. То есть и Россия поведет себя скорее всего совершенно неожиданно для Ирана. не так ли? Говоря об этом стоит также упомянуть что Россия и Турция уже решили многочисленные свои проблемы по Сирии. В отношении Крыма да проблема имеется но я не думаю чтобы она была столь глобальная чтобы нарушить тире ухудшить взаимоотношения двух лидеров. Это проблема переговоров договоренностей тем более учитывая то что у Эрдогана есть то о чем спросить уже у России по ситуации в отношении Карабаха когда же будет полная демаркация границ и когда же Азербайджан восстановит полную целостность своего государства это же зависит от не только от Эрдогана но и от Путина да от Путина как бы Азербайджану хотелось скажем так отторгать эту мысль от себя но это правда в отношении России и почему она скажем так медлит тотальной демаркации границ я неоднократно говорил России крайне невыгодно чтобы конфликт перешел на территорию России и начались именно кровавые действия между двумя народами уже на территории России хотя это периодически наблюдается но не в столь все таки обширной форме в которой могло в которой это может происходить тем более Россия прекрасно осознает что армянство уже совершало теракты зачем это России или жестко потом действовать в отношении союзника чтобы Россию обвиняли в неправовых действиях в сторону союзника так называемого вопросы 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 но давайте с вами продолжим перейдя к новой ссылке говоря о терактах и говоря о том что России крайне невыгодно тем более на фоне все еще имеющие силу пандемии переносить конфликт между азербайджанцами и армянами на свою территорию ведь даже сейчас так как даже сейчас когда азербайджанские миротворцы по мнению армянских радикалов спасают жизни так называемым в кавычках карабахским армянам от нелюдей азербайджанцев об этих утверждениях исходящих от армянства мы с вами неоднократно слышали при этом из непосредственно уст самих представителей армянского так называемого этноса армянство продолжает при этом желать Путину смерти как же это сочетается как может сочетаться когда ты просишь другой народ спасти тебя но при этом желаешь их лидеру их президенту смерти не понимаю не могу понять хотя исходя из политических действий есть причины которые обоснованно на фактах объясняют почему Армения производит столь двуличную политику но об этом чуть позже для начала мы с вами ознакомимся с некоторыми другими моментами крайне интересными в частности продолжим с вами говорить пока о России пожелание смерти благодарность российским миротворцам призывы к уходу российской 102 базы и появление на территории Армении французских военных миротворцев и при этом крайне интересный момент это встреча которая состоялась 30 сентября между заместителем председателя национального собрания окопом Аршакяном и полномоченным послом российской федерации в республике Армения Сергеем Копыркиным посмотрите на эту сцену с каким раболепством представитель армянской власти встречает посла ведь все должно быть с точностью да наоборот не так ли это посол приходит к первым лицам государства и это посол смотрит снизу вверх из какого бы государства он не был здесь же все наоборот представитель армянской власти смотрит вниз вниз интересная сценка интересное фото не так ли интересно все это крайне интересно учитывая то а с чего все таки возникла ненависть тире прогрессирует ненависть армянства к России ведь опять таки русский солдат охраняет покой так называемым карабахским армянам с чем это связано это связано прежде всего с неоднократно тоже высказанной мыслью самих же представителей армянства это усиление Турции на Кавказе тем более усиление Турции на Кавказе в союзничестве с Россией почему я стараюсь задержать ваше внимание на данном аспекте потому что недавно состоялась встреча между главами двух государств России и Турции в городе Сочи Раджепа Эрдогана и Владимира Путина как вы понимаете эта встреча эта дружественная встреча между двумя лидерами не может не напрягать армянство потому что это прежде всего означает одно Кавказ это интересы и России и Турции и они по Кавказу собираются договариваться что это означает для Армении крах крах всех их фантазий тотальный крах тем более учитывая то что Россия и Турция уже договорились по Ближнему Востоку что им стоит договориться по Карабаху и Крыму ведь Ближний Восток был более кровавым событием и не столь давним усиление Турции вот здесь мы должны вернуться с вами конечно даже к Ирану усиление Турции и усиление России в различных регионах мира их сотрудничество крайне беспокоит ведь не только Армению но и Иран и неспроста видимо нагнетание обстановки на границе с Азербайджаном совпали в кавычках совпали со встречей президента Турции и России для Ирана страшно представить себе если Россия променяет Иран на Турцию тем более учитывая что к тому же интересы Израиля на Кавказе усиляются то есть возможно создание тройственного союза России Турции и Израиля на Кавказе представьте себе эту троицу что это будет для Ирана поэтому я полагаю что активизация опять-таки вернемся к этому иранских вот этих Т-военной машины перед встречей Эрдогана и Путина это не просто совпадение это страх 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 и еще раз страх что заработает Зангизурский коридор а ведь скорость того когда заработает Зангизурский коридор зависит от Эрдогана и Путина от их переговоров и Иран попытался видимо своими вот этими истерическими действиями хоть как-то повлиять на запуск данного коридора уж простите меня за столь грубое слово как истерические иначе это не назовешь ну а что же на фоне всего этого творят международные системы типа ПАСЕ ЮНЕСКО и им подобные а также так называемый Конгресс США ПАСЕ играет с Арменией Армения старается играть с ПАСЕ правда уровни игр разные в ПАСЕ у Армении только один единственный союзник если говорить из крупных игроков это Франция против так или иначе выступает Германия в противовес поэтому иначе как играми в отношении уступок Армении по некоторым да возможно болезненным для Азербайджана моментам но не существенным это всего на всего игра потому что Армения должна понимать что во всех международных крупных организациях всегда по вопросу армян есть противовесы так же как и в отношении Азербайджана и мы это прекрасно осознаем Германия и Франция два государства при этом главным спонсором всей Европы является именно Германия это надо учитывать для Армении чтобы не заигрываться продолжая рассуждать мы с вами переходим к еще одному аспекту политолог резолюция пассе и конгресса продемонстрировали что Алиев стреляет в воздух ну армянство старается успокоить видимо себя точнее сказать это армянство стараются успокоить европейцы почему давайте с вами сейчас проанализируем что такое пассе пассе может осудить Азербайджан какие проблемы могут быть созданы пассе для Азербайджана да никакие многие страны в так называемом пассе даже заявили о признании геноцида так называемого геноцида армян и что это дало Турции да ничего просто ничего неужели армяне по сей момент хотя уже прошло много времени с момента даже признания Соединенными Штатами так называемого геноцида армян неужели они даже после этого не поняли что это игры это фантики просто фантики признаем не признаем призовем Азербайджан вернуть всех так называемых в кавычках военнопленных не призовем это игры просто игры и ничто более как армянство в свое время игралось в отношении своих армянских террористов которые совершали теракты в Европе это тоже игры но так научитесь играть Азербайджан уже научился благодаря вас но давайте пойдемте еще чуть дальше тем более мы приближаемся к концу данного видео делая заявление во всевозможных международных организациях армяне в частности заявляют о том кто ответит за армянских беженцев из советского Азербайджана интересно а кто ответит за азербайджанских беженцев из так называемой советской Армении кто ответит за теракты совершенные армянскими боевиками кто ответит за ход жалы за коротах за гдам кто ответит может быть армянству стоит этот вопрос задать самим себе невыгодно если же армянство будет говорить об изгнании армян там в другие годы за время советского союза то пускай они вспомнят сколько азербайджанцев было изгнано только в сороковые только с сороковые по 50-е годы 150 тысяч это не считая того сколько было убито и изгнано с 18 по 22 год и в другие годы понятно что они не хотят думать об этом придумывая некие вымышленные и известные только им числа переселения армян с территории Азербайджана в Армению смешно тем более учитывая то что многие армяне занимали большие посты в Азербайджане смешно давайте продолжим и закончим с вами кстати данное видео разговорами о ЮНЕСКО да Думанян обсудил с главой ЮНЕСКО вопросы командирования миссии организации в Карабах во первых радует что все таки в Карабах не в Нагорной даже не в Арцах так называемый а все таки он произнес в Карабах то есть ЮНЕСКО видимо дала понять что не стоит менять название и это радует но я хочу поговорить о другом когда будет совершена данная миссия собираются ли представители ЮНЕСКО посетить Агдам глава тем более а может быть армянская сторона покажет представителям ЮНЕСКО город который раньше носил название Ходжалы село Карадаглы то что от них осталось или попытаются спрятать личики и сказать что туда довезти они не смогут доставить ну что ж дорогие друзья я не сомневаюсь что ЮНЕСКО под армянский коньячок вновь запоет песни о том что Азербайджан глумится над так называемой армянской истории меня удивит если позиция ЮНЕСКО будет обратная единственное что обрадовало хоть немножечко это то что даже армяне говоря о ЮНЕСКО не посмели назвать эту территорию по другому как они любят называть земли Азербайджана это радует это Карабах ну что ж дорогие друзья на этом все в следующем видео мы с вами поговорим о российских и международных СМИ а также о так называемых экспертах поговорим о многом напоследок хочу сказать чтобы вы опять таки для открытия тех сайтов которые не будут открываться в гугле использовали в частности МОЗИЛУ потому что она открывает эти сайты которые не открывает гугл также не забывали подписываться на канал те кто не подписаны те кто подписаны проверяли подписку ставили бы лайки либо дизлайки под моими видео нажимали бы на колокольчик и оставляли бы комментарии для того чтобы продвигать видео в поисковиках ЮТЮБа на этом все дорогие друзья в отношении оказания поддержки все данные будут также даны под видео так же как и ссылки которые я использовал в данном видео всегда ваш Сеидов Ямран до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...